День за днём День за днём День за днём Участников соревнований приветствовали представители администрации нашего города и гости Сегодня на федеральном уровне, областном уровне, на местном уровне активизировалась работа по обеспечению доступной среды для инвалидов, для лиц с ограниченными возможностями Это и наши федеральные законы, это и решения правительства и другие меры И вот скажу, что у нас в Десногорске на сегодняшний день три школы полностью обеспечены доступной средой А вот подбудительным контролем отдела социальной защиты Злата Валерьевна Сегодня многие объекты, социальные объекты и частные, так скажем, магазины Также оборудованы необходимыми пандусами, чтобы обеспечить доступ в эти магазины к тем услугам, которые предоставляют те или иные организации Сегодня мы работаем над программой для того, чтобы обеспечить возможность получать дополнительное образование, пользоваться услугами учреждения культуры, которые у нас находятся в нашем городе Конечно, это все за счет федеральных средств, но коль средства дают, то их надо брать и использовать В этом как раз и заключается работа органов местной власти Позвольте поприветствовать всех участников паралимпийских игр по-десногорски И пожелать всем удачных стартов и замечательных выступлений Самое главное, приобретение новых друзей Хочу отметить, что в последнее время проводится много мероприятий для лиц безграничных возможностей Делегации нашей организации уже побывали в Мурманске, второе место заняли Первое Первое, ну по некоторым позитам первое, а так вообще третье Значит, побывали в Воронеже В Москве заняли 4 первых места на Всемирной танцевальной олимпиаде Сейчас прибыла делегация Пара Крым 2015, где одно первое место есть Это тоже для нас очень хорошо Впервые на Смоленщине проведен общественно-патриотический марафон «Города Победы», в котором приняло участие 180 инвалидов из 19 городов, в том числе из города-героя Минска была делегация из Белоруссии 18 городов воинской славы, это было много людей и хочу сказать, что патриотическое мероприятие прошло довольно организованно на хорошем уровне Нас поддерживают и президенты правительства, Смоленская областная дума, губернатор нашей области и главы муниципальных образований Разрешите поприветствовать всех, кто принял участие в организации этого мероприятия Поблагодарить за приглашение, которое вы нам выслали, за теплый горячий прием И также пожелать всем участникам спортивного состязания победы, не только физической, но и духовной То, что вы преодолели себя и приехали на соревнования Также хочется присоединиться к тем людям, которые на протяжении многих лет организовывают и проводят соревнования по инваспорту Тем самым укрепляют международные связи и содействуют международной интеграции через инваспорт, через социальную адаптацию И вручить желтышевой статьяне благодарность за вклад в развитие международного инваспорта Соревнования проводились в мужских и женских разрядах по нескольким видам спорта Армрестлинг, метание мяча, стрельба из пневматической винтовки, гиревой спорт, гонки на колясках на 400 метров, фигурная езда, легкая атлетика мужчины 100 метров, женщины 60 метров и игра бочо, очень похожа на питанг Каждый участник выступал в тех видах спорта, которые отвечают его возможностям и физической подготовленности Но это не мешало их дружескому общению Все улыбались, подбадривали друг друга, стремились к победе, превозмогая свой недуг Для инвалидов это самое прекрасное Вы не представляете, как дети стремятся вот куда-то выехать, где-то участвовать Это их жизнь У них всегда глазки загораются Это не то, что там первое, второе, третье место Главное, что участие, что вот они общаются А это для нас самая цель, чтобы общение Подводя итоги соревнований, необходимо отметить, что все участники, независимо от возраста, проявили азарт и огромную волю к победе Даже то, что они вышли на старт, это уже победа Приятно было видеть радостные лица наших паралимпийцев А некоторые занимали призовые места в двух и более видах спорта От души поздравляем! Сергея Каракосова, Кристину Подгала, Геннадия Гриднева, Анатолия Клевцова, Ирину Антонову и Анастасию Короткову Занявших призовые места в личном зачете И всю Десногорскую команду за второе место в игре «Боча» среди восьми команд Молодцы! 18 сентября в Кардымовском районе в торжественной обстановке состоялось открытие памятника герою Великой Отечественной войны Сергею Макарову Напомним, что 10 сентября в ряде региональных СМИ появилась резонансная информация о том, что в нескольких километрах от деревни Вейна На мелкие кусочки неизвестными злоумышленниками разбит мемориал, который был восстановлен пять лет назад Жители Кардымовского района были крайне возмущены случившимся Тем более, что в Каменском сельском поселении, где был установлен монумент, теперь нет другого памятного места, куда люди могли бы прийти и почтить память воинов-победителей Подобное варварство, факт надругательства над светлой памятью защитников Отечества, особенно в год празднования 70-летия Великой Победы, не оставляет равнодушным никого Не смогли остаться безучастными к произошедшему и сотрудники регионального ОМВД Ситуацию под личный контроль взял начальник областного ОМВД, генерал-майор полиции Михаил Скоков Незамедлительно им было дано указание на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание виновных лиц в максимально короткие сроки Отделением полиции по Кардымовскому району и руководством межмуниципального отдела МВД России Ярцевский Было принято решение о восстановлении памятника воину, погибшему в годы Великой Честной войны, политруку Макарову Сергею Ивановичу Была сделана надгробная плита, поставлена оградка и облагорожена прилегающая территория В будущем сотрудниками отделениями полиции по Кардымовскому району будет проводиться работа по благоустройству и облагораживанию прилегающей территории 18 сентября в торжественной обстановке состоялось открытие монумента Учащиеся средней школы, местные жители, представители администрации Каменского сельского поселения и сотрудники полиции Почти в минуты молчания память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили к подножию памятника цветы Глава Каменского сельского поселения и местные жители, отметив благородный поступок сотрудников полиции Выразили им искренние слова благодарности за оказанное содействие и бескорыстную помощь воссоздании мемориала Полицейские убеждены в восстановлении мемориалов в память о Великой Отечественной войне долг каждого гражданина Сотрудниками отделения полиции по Кардымовскому району МО МВД России Ярцевский принято решение взять над монументом шефство 16 сентября в Нововоронеже впервые прошел фестиваль региональных средств массовой информации Освещающих тему атомной энергетики в регионах присутствия атомных электростанций В фестивале принимали участие около 100 журналистов из регионов России Побывали там и наши десногорцы, победители регионального этапа Организовал фестиваль концерн Росэнергоатом Специальным гостем стал известный тележурналист, историк-профессор, зав. кафедры журналистики Института масс-медиа РГГУ Николай Сванидзе Это очень ответственная и мужественная профессия Врать нельзя, потому что профессия журналиста сродни профессии врача В этом смысле, а врачи дают как известный талант Гиппократ Только врач, если совершит ошибку, совершит ошибку, совершит ошибку, он может испортить здоровье и лишить жизни одного человека А мы с вами воздействуем на огромную аудиторию Мы создаем мировоззрение десяткам или сотням тысяч или миллионов людей Зависит от нашей аудитории, церкви массовой информации, в которой мы работаем На фестиваль приехали журналисты и пиар-специалисты из Мурманской, Свердловской, Саратовской, Калининградской, Курской, Тверской, Ленинградской, Смоленской, Ростовской и Воронежской областей Три дня фестиваля для них проходила образовательная программа Лекции и мастер-классы о современных тенденциях в журналистике Деловые игры, встречи с известными публицистами, теле- и радиоведущими Профессионалами в области массовых коммуникаций, экспертами атомной отрасли Много было лекций Тренингов, семинаров И они были тоже разноплановые И очень интересные И даже если оно не касалось Это занятие лично, скажем так, меня как телевизионщика То мне было очень интересно послушать Как должны пользоваться инфографикой Печатные средства массовой информации Как создают сайты-блогеры Как они делятся информацией, где они ее почерпнули И самое главное, что на этом фестивале собрались средства массовой информации Которая точкой пересечения является атомная энергетика Завершился фестиваль 18 сентября церемонии награждения победителей дивизионального этапа творческого конкурса «Энергичные люди» Мы вполне старательно освещали атомные темы Приложили значительные усилия к этому То, что у них получилось, это вполне достойный материал Уважаемые телезрители, это все, о чем мы хотели вам рассказать Спасибо за внимание, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok